Всем привет! С вами Amway921 и сегодня мы вспомним один очень интересный немецкий тяжик 6 уровня ВК-3601H. Ну а кто кроме меня научит вас правильно понимать немецкие аббревиатуры, то ВК означает Ферзухсконструкцион, что означает опытная конструкция. Прикиньте, все танки, которые называются ВК в немецкой ветке исследования World of Tanks это опытные танки, которые не были воплощены в массовых количествах. Ну а Аш это Хеншель. Карл Хеншель это предприниматель, который основал машиностроительный и литейный концерн в далеких годах, который впоследствии производил и подобные танки. На этом наша историка лингвистическая пауза заканчивается и мы переходим к главному вопросу, по поводу которого собрались. Собственно ВК-3601H это танк, который многие игроки любят и любили раньше. Потому что во времена типа прошлых квасов и халкетов, которые уже прошли, этот танчик особенно с его уникальным коническим орудием способен был пробивать все что шевелится. И поэтому очень неплохо фармить. При этом он сам как тяжик кое-чего способен отбивать, он сам не сверх большого размера, ну в смысле такой узенький. И в лобовой проекции, особенно если поставить его ромбом, то многие противники испытывали с ним некоторые затруднения, связанные с его пробитием. Почему его пушка называется конической? Потому что на входе ствол имеет калибр 7,5 см, на выходе 5,5 см. Есть снаряды со специальной такой крыльчаткой, несколько стирались, уменьшались и вылетали с огромной скоростью. И в нашей игре также реализованы. ББшка летает со скоростью 1170 метров в секунду, как и заправский подкалибр. Но у танка раньше во все времена была пушка 8,8 см, которую, как вы поняли уже, разработчики апнули в патче 9.15. Раньше с ее бронепробитием 132 мм она не являлась конкурентом конического орудия, у которого было бронепробитие 157 мм. А сейчас является 157 и 145, разница в 11 мм не такая большая, но разница в разовом уроне впечатляющая. Если отбросить явное преимущество конического орудия в бронепробитии голдой, там-то вообще вовсе 221 мм на черт подери 6 уровне, то эта пушка 8,8 голдой пробивает 171, там разница чуть ли не в 50 с лишним очков, огромная, то в ДПМе эти орудия почти одинаковы. То есть маленький разовый урон это та цена, которую игрок платил за высокое бронепробитие ББшкой и подкалибером. Играть от ДПМа всегда было сложно, от маленькой альфы тоже, но некоторые умудрялись это делать, и некоторые в итоге потом, типа, меня становились вообще фанатами этого ВК-3601. Эта пушка очень уникальна и особенно и для этого танка в частности. Она ведь еще очень точная и разброс там у нее 0,34, скорострельность высокая, на катках держат любого, распиливают всех, кого не лень и спрашиваются, в честь чего ее разменивают на эту 8,8. Пушка, которая не уникальна, которая встречается на уже чуть ли не каждом немецком танке и вообще серость и будничность. Ну а то, что ее реально апнули. И всем тем, кто раньше не очень любил кониш, ну так называется это орудие по-немецки, за его все-таки маленькую альфу и связанные с этим сложности, на ББшках на этом 8,8 см играть от альфы будет гораздо вам комфортнее. Ну и наконец, самый главный пунктик заключается в том, что коническое орудие в дереве прокачки ВК-3601H не является ключевым для того, чтобы пройти данный танк и пойти дальше в Тигра. Это орудие является там типа аппендиксом таким и находится где-то на границе на обочине всех исследований. То есть 9200 опыта и 18300 серебра необходимо для того, чтобы купить это орудие. Достаточно много боев нужно провести, ну если хороших, то прям вот с прям аккаунтом, то 9, а если плохих, то возможно и 20. Пушку 8,8 конечно тоже не бесплатно выдают, там 9,5 тысяч опыта нужно, но это тот опыт, который вы в любом случае будете обязаны получить, двигаясь от этого танка к Тигру. Это первое. Второе, правда, пушка 8,8 несколько раз дороже, чем у Кониш. Кониш стоит 18300 по серебру, а это 66 тысяч. Но зато эта пушка вам точно пригодится на Тигре, там она предтоповая, также она устанавливается в стоковую башню Тигра. И пока вы там исследуете усиленную ходовую топовую башню, там же у Тигра вообще пушка, самый последний, ну в смысле его самая крутая пушка, самый последний модуль по времени исследований. То есть пока до нее доберетесь, 20 раз уже будете благодарны за то, что у вас уже есть эта пушка 8,8. Короче, мораль-то какая. Если вы проходите ВК-3601H и выкачиваете Тигра, то использовать новое апнутое орудие 8,8 см имеет огромнейший смысл. Это и полезно, и самое главное, вы не сильно там чего-то упускаете. Другое, конечно, дело, что если вы фанат этого танка в целом, и любите его в особенности за его кони, что, конечно, в этом случае ничего менять не нужно, и не такая уж и прям сверх крутая пушка 8,8, чтобы отказываться от уникального конического ствола. От себя скажу, что особенной прям вот сверх крутой разницы между этих двух орудий нет. У каждого из них есть неоспоримый плюс, в случае 8,8 это альфа, в случае кониша это бронепробитие, скорость полета снаряда и точность, что в целом они стоят друг другу. Было бы, конечно, здорово, как там, знаете, в какой-нибудь радуге иметь запасной ствол в кармане. Типа там накрутил одно орудие, если карта какая-нибудь против восьмерок, и где надаль стрелять нужно кониш, навертел, там где в упор какие-нибудь городские пострелушки вблизи, по каким-нибудь там шестеркам, либо семеркам, то 8,8 навертел, было бы, конечно, здорово. Кстати, ну а вот выбрать заранее бой, куда мы попадаем, мы не можем. Мы очутились уже в нем, и тут уже приходится работать с тем, что есть. Ну да, на пресс-аккаунте можно карту выбрать, но уровень боев вы там не выбираете, противников тоже. Ну а наш бой на Эрленберге проходит просто по сценарию. Мне почему-то раньше казалось, что, ну, наверное, опытные игроки играют больше на старших уровнях, на десятках там или типа того. А очевидно, что Эрленберг на десятках играется как? Если какая-нибудь команда поехала на противоположную сторону реки от своей базы, скорее всего, все, кто поехали, там погибнут. Ну, плюс-минус, конечно, бывают всякие исключения, но чаще всего так. А я подумал, наверное, на шестых этих уровнях все ездят куда угодно, как всегда. Половина налево, половина направо. Но нет же, посмотрите, то же самое вся картина, привычная. Наша вся команда профорсировала буквально нашу горку, на нашей половине, там, где наша база находится, на нашей половине реки, противники наоборот. Опять инь-янь перемешались, до базы доехали эти, до базы доехали те. Мне лишь остается, как бы, держать врагов на каком-то расстоянии, чтобы я при этом их светил как себе, так и союзникам нашим, чтобы они постреливали по противникам. И стараться держать врагов так, чтобы они нашу базу не начали брать. А тут все прозаично. Вроде бы, как кажется, у нас там артиллерист на базе, он что-то там посетит, но, судя по ушам, он не загрузился, он в бой не вошел. И если его противник сминает, то и базу, возможно, будут брать. Поэтому я уже заранее это предвидя, пытаюсь как-то своим, во-первых, присутствием, во-вторых, своим огнем врага останавливать на переправе, чтобы дальше моста они не поползли. Ну, если даже и пролезут, то дальше я их там нормально порастреливаю с такой-то альфой. Ну, а чтобы это видео было прям совсем всеобъемлющим, если вы впервые знакомитесь с данным танком, то я вам напомню, что у нас показатели мобильности здесь совсем не такие, как у типичного какого-нибудь среднего танка, включая отлиц-01П. Всего лишь почти 12 лошадей на тонну удельная мощность. Это очень мало, и мы, как настоящий тяжик, двигаемся, башня поворачивается медленно, и мы сами вместе с ней не быстро. Но, однако, максимальная скорость 50 км в час. Мы ее самостоятельно практически не набираем, но вот с горок иногда бывает. Скорость заднего хода также низкая, что не очень нам поможет маневрировать, отступать 12 км в час. Но зато обзор, как для тяжелого танка, в принципе, неплохой. Для шестого уровня 370 метров. Как показывает миникарта, если вкачать все, что можно на обзор, включая боевые братства, голдовые расходники, перки на обзор, и всякие там, включая и оптику, то мы можем наши 370 раскачать до 450, наверное. И вообще уже никто от обзора не уйдет. Ну, это не для новичков информация, это для извранщенцев на пресс-аккаунтах. Кстати, вот еще интересная информация для сравнения. Скорость полета бронебойного снаряда из пушки 8,8 сантиметров составляет 770 метров в секунду. 770. Подкалиберный с этого же орудия дает скорость 966 метров в секунду на 200 больше. Но бронебойный с кониша летает быстрее вообще всех этих 1170, а подкалиберный снаряд с конического орудия вылетает скоростью 1260 метров в секунду. Просто как луч света, мгновенно. Помнится эти ранние бои на Ильхалуфе, где очень часто карта была другая, очень часто приходилось перестреливаться с одного края Кослована на другой, там эта скорость полета снаряда настолько решала, насколько даже представить себе сложно. Ну и с 8,8, как показывает мой опыт, живется тоже, в принципе, терпимо. На этом мне на сегодня все. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать подобные видосы, которые делаю для вас каждый день. На сегодня у меня все. Приятного аппетита. До новых встреч. Всем удачи. Пока-пока.